Добрый вечер! В эфире итоговая программа РТС 7 дней в студии Анна Ахпашева. Прямо сейчас я и мои коллеги расскажем о главных событиях уходящей недели. И сегодня вы увидите. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сначала холоднее, а затем теплее. Синоптики обещают в конце ноября плюсовую температуру. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, ровно месяц, как Михаил Развожаев по поручению президента, приехал в Хакассию. Напомним, произошло это 3 октября. С тех пор исполняющий обязанности главы региона активно занимается решением различных социально-экономических проблем республики. В том числе участвует в работе над бюджетом на 2019 год. Михаил Развожаев озвучил принципиальную позицию. Надо урезать расходы на чиновников. Перелеты бизнес-классом и сомнительные закупки типа дорогой аренды и новых машин. Проект бюджета сегодня активно обсуждается, в том числе и на президиуме Верховного Совета. Наши корреспонденты наблюдали, как реагируют на режим жесткой экономии республиканские депутаты. Правительство предлагает вычеркнуть из плана закупок новую мебель, машины, аренду дорогих помещений под кабинеты чиновников. Миллионы можно сэкономить на московском и питерском представительствах Хакассии. Конечно, расходы не требуют пересмотреть. Мы понимаем, что есть какие-то вещи, как представительство, как в Москве, в Санкт-Петербурге. Я не понимаю, конечно, по поводу этих расходов, не понимаю функции. Точнее, я понимаю, но они требуют, конечно, корректировки и существенное сокращение. И в тех доходах, которые сейчас есть в республике, такие представительственные функции, они просто не поклонны. Практически все расходы на социалку и на людей. Как один из примеров, экономия позволяет, наконец, начать выполнять обязательства государства перед сиротами. У нас сейчас порядка двух тысяч имеют право на получение квартиры. И около тысячи человек имеют право признанное судом. В бюджете, несмотря на все его сложности, мы заложили 100 миллионов рублей. Это 10% необходимой потребности. Но при работе ко второму чтению я бы хотел попросить комитет, где не начался, осмотреть ресурсы и, может быть, все-таки на это направление добавить. Я думаю, что очень важно и предложение, и замечание, которое прозвучали выступления Михаила Владимировича. Я думаю, правильно это как он отметил именно болевые точки, которые у нас всегда вызывали проблемы. Я думаю, исходя из этого, надо и готовить те предложения для рассмотрения даже в первом чтении. По расходам резбюджет 26,5 миллиардов рублей. Образование, медицина, поддержка льготников, зарплата и помощь поселениям. 70% всех расходов. Еще не подсчитаны федеральные средства. Хакасия будет заявляться в нацпроектах. Задача наших всех профильных министерств, ну и, конечно, всего правительства в целом, сейчас по максимуму отработать с профильными министерствами и по максимуму привлечь средства федерального бюджета. Проект бюджета опубликуют для общественности. 20 ноября пройдут публичные слушания. Затем депутаты отшлифуют главный финансовый документ республики. Рассмотрят его в двух чтениях. Одна из важнейших сфер, коммунальная, за минувший месяц преподнесла немало неприятных сюрпризов. Контроль за прохождением отопительного сезона тоже одна из задач нового руководителя. Очевидно, в перерывах между латанием дыр нужно срочно задумываться о модернизации всей системы. И здесь, как пример, поселок энергетиков в Абакане. Городская администрация и СГК намерены провести на этих улицах теплоцентраль. Сегодня в 9-м и 10-м жилых районах 6 тысяч частных усадеб. И каждый год появляются новые. А вот школы, детских садов и медпункта нет. Причина – отсутствие коммуникаций. Поэтому школу строить вот на этом месте. И такие все запланированы, да? Да, да, совершенно верно. Детский сад – то же место мы найдем, но мы не можем строить, потому что нет инженерных коммуникаций. В первую очередь тепла. Энергетики готовы проложить магистраль, но при условии, что большинство жильцов подключатся к ней. Цена вопроса – 140 миллионов рублей. Проект уже готов, а срок реализации – 4-5 месяцев. Все получится только при сотрудничестве с республиканскими властями. По реализации инвестиционного проекта централизованного теплоснабжения мы эти планы всячески поддерживаем. И со своей стороны должны запланировать перспективное развитие социальной инфраструктуры. Тем более, как раз сейчас формируются национальные проекты в этих направлениях. Одним из планов нового руководителя было объездить все районы и крупные поселения Хакайси. И лично, а не по докладам министров, понять обстановку в республике. На этой неделе самой дальней точкой стал Сорск. И там немало больных тем. Одна из них – медицина. На станции Ербинская уже две недели не работает ФАП. А в самом городе Металургов катастрофически не хватает врачей. Юлия Александровна, участковая медсестра, не понаслышке знает, насколько востребована амбулатория у сельчан. В Ербинской около тысячи жителей. Из них 200 детей. Ежедневно сюда за помощью обращаются десятки человек. В нынешних условиях очень сложно принимать. Конечно, людям надо, чтобы было здесь рядышком. Поломка в системе отопления для всех стала полной неожиданностью. Ведь прошлую зиму пережили спокойно. Стоял блок питания, который контролировал температурные режимы. То есть он сгорел. 6 числа ФАП будет работать как положено. Сама амбулатория построена в 2012 году. Современное комфортное помещение. Но сейчас простаивает. И жители вынуждены обращаться за помощью в больницу соседнего Сорска. Друзья мои, ну две недели, чем вы занимаетесь? Сколько стоит этот блок, скажите? Ну, 10 тысяч. 10 тысяч. Вот 10 тысяч две недели люди сюда не ходят. За 10 тысяч. Так? Такие вопросы надо решать. Сегодня сломалось, завтра приняли решение. Понятно. Послезавтра исправили. Хорошо. После Ербинского Михаила Развожаева уже ждали в городском ДК. Больше сотни местных жителей пришли, чтобы поговорить о наболевшем. А медицина в Сорске действительно больная тема. Та же нехватка кадров самая острая по республике. Минздрав Хакесси о проблеме знает. Они как приезжают, так и уезжают. В прошлом году педиатр и стоматолог, по-моему, был принят на работу. Они не держатся, несмотря на то, что городская администрация это практически единственная территория, которая предоставляет сегодня квартиры. Какого качества это самое жилье власти не уточняют. Зато местные жители, потенциальные пациенты, в курсе. В выделенной квартире молодой хирург жить не смогла. Она сейчас живет в ординаторской больнице. Я сегодня с ней встретился специально, чтобы перед тем, как прийти. Я говорю, ну давайте, как может быть, я жильцов, я как старший по дому, соберем, сделаем лимон. Она говорит, мне это не надо. Значит, что человек собирает? Он сегодня работает, завтра его не будет. Вот он две недели поработает, кто вот этот фельдшер в этой амбулатории или там врач. Скажет, да знаете, поехал-ка я куда-нибудь в другое место. Вот и вот весь вопрос доступности. Вот это как бы недопустимо. И руководители, соответственно, которые занимаются управлением в области здравоохранения, если вот такой бардак будут допускать, будем расставаться с ними. Жители попросили организовать хотя бы временные командировки узких специалистов в город, а также усилить контроль в стационаре местной больницы. Вопрос привлечения кадров решать будем. У нас есть на следующем году большие средства, достаточно запланированные по программе «Земский доктор». Но это ювелирная работа. То есть это вот не так, что да, у нас есть некоторые условия. Кто у нас там, условно говоря, там глава должен уговорить этого врача здесь, значит, ему в ноги падать. Значит, должна вся система работать так, чтобы мы создали условия, чтобы врачи здесь у вас оставались. Сорфт стал одной из многих точек на карте Хакассии, где побывал Михаил Развожаев. Краткий обзор подготовили наши корреспонденты. 10 октября. Поездка в Аскийский район. Вершина Тёи. Развожаев смотрит коммуналку. Нужна новая модульная котельная. Честный и разумный тариф. Тогда будет эффективная инфраструктура. Коммунальщики впервые за несколько месяцев получают зарплату. Ну, это, конечно, хорошо. Тем более у меня вот четверо детей, один учится в институте, трое маленьких детей. Мне они как воздух нужны, эти деньги. Для меня это вообще хорошо. Почти 20 миллионов рублей из резбюджета выделяется на ремонт котельной в Бородино. В Саиногорске обсудили выход муниципалитета из тяжелого финансового положения. Вопросы по благоустройству. Строительство водопровода в районе Айдай. Вот сегодня 39 миллионов поступило, соответственно, до конца дня поступит на счет города Саиногорска. Завтра уже Михаил Анатольевич сможет организовать работу по разблокировке счетов муниципалитета. Ну и обсудили принципы еще раз формирования бюджета на следующий год. 20 октября ЧП в Московском по вине подрядчика прорвало дамбу. С первых же часов после происшествия Михаил Развожаев на месте, координирует работы. Сегодня плотина восстановлена, пострадавшие получили соцвыплаты. Дорогу сделали верхнюю, как вот просили, прогрессировали? Более-менее. К нам сюда съезд плохой, а ну так это маленько грязновато. А вот Черногорск заставляет ездить туда снова и снова. Точки для посещения Михаил Развожаев выбирает по обращениям людей на своих страницах в соцсетях. Коммуналка, дороги, благоустройство улиц и дворов. Воды все-все к нам стекают, и мы ничего сделать не можем. Да, да. Вот если когда сильные дожди, к подъездам вообще невозможно подойти. Именно из города угольщиков больше всего жалоб, и только самые очевидные проблемы получается решить сразу. На остальные нужно время и деньги. 27 октября Михаил Развожаев объезжает Ширинский район. Сегодня побывал в Сорске. А вот до Арджиникидзовского, Бейского и Таштыбского районов новый руководитель еще не доехал. Возможно, это даже в плюс. Таких массированных проблем, как в Черногорске или Вершнитёе, там нет. Минувшая неделя пополнила список коммунальных ЧП этого отопительного сезона. И вновь на повестке Черногорск, где без тепла остались 15 многоквартирных домов. Впрочем, для города угольщиков эта ситуация едва ли не рядовая. Постоянное латание дыр в изношенной теплосистеме проблему не решает. Остались без тепла в ночь на 29 октября. Вот до сегодняшнего дня отопления в нашем доме нет. Жители дома номер 20 по улице Космонавтов недоумевают. Отопление пропало аккурат в канун ноябрьских похолоданий. Накануне в аналогичной ситуации оказалось около 400 жителей города в результате порыва на тепломагистрали. По данным Минстроя Хакассии, бороться с коммунальной аварией пришлось несколько часов. Сегодня с утра сотрудники управляющих компаний пройдут по многоквартирным домам, попавшим под отключение, проинспектируют систему теплоснабжения. И если там что-то завоздушено, они, соответственно, раздушат и настроят. Вот еще один порыв на улице 40 лет октября. Рабочие раскопали трубы, прореху не нашли, так и бросили. И если в одних домах становится холодно в результате порывов, то до других порой тепло просто не доходит. Как пример, дом номер 39 по улице Сибирская находится на тупиковой ветке коммуникаций. Ни воды горячей, ни тепла. Звоним в котельную, котельная говорит, у нас параметр 70 градусов идет, а мы замеряем у себя 45 градусов. И представлять, на 18 квартир разбросать, что приходит в квартиры. Большинству приходится спасаться подручными средствами. Электрообогреватели, естественно, встают в копеечку. Позволить их себе может не каждый. Например, пенсионер Василий Иванович Молин вынужден греться по старинке. Я, значит, хожу в теплых башмаках, в шубе, ночью сплю, значит, под шубой. Ну, куда это дело годно? И хоть средний возраст, 92, я замерзаю. Специалисты подчеркивают, коммунальные неудачи преследуют город угольщиков едва ли не каждый отопительный сезон. О перебоях с теплоснабжением люди стучат в набат повсюду, в том числе в интернете. Наш дом отапливает котельная номер 2. Ранее идеал энерго, теплоресурс, названия постоянно меняются. Администрация города помогать не хочет. Отвечают, что эти проблемы жильцы должны решать сами. Непонятно, зачем существует коммунальный отдел. Указанная котельная отапливает много частных домов и на наш многоквартирный дом. Тепла уже не хватает. Проблемы с теплоснабжением во многих домах, в частности, в юбилейной 26, появились буквально 3-4 года назад. А раньше в этом доме даже на пятом этаже окна. Даже зимой часто были на проветривании. Не поверю, что работники администрации Черногорска не читают все эти обращения. Можно же по возможности хоть какие-то вопросы решать самим. Нет, сидят и ждут, когда приедет высокопоставленный человек, натыкает их носом и заставит шевелиться. Износ сетей – основная причина того, что творится с отопительной системой города угольщиков. Эксперты считают, ситуация не критична, однако недофинансированность отрасли дает о себе знать. Городу необходимо создать комплексную систему теплоснабжения. Одно из самых кардинальных решений предлагают в СГК – подключить Черногорско-Баканское ТЭЦ, которое и займется совершенствованием сетей. У нас в проекте деньги на модернизацию сетей, на ремонт заложены. Финансирование там предусмотрено, по 200 миллионов мы закладывали на такие действия, то есть на проведение тепловых сетей в нормальное рабочее состояние. Но все остальное зависит от желания жителей и желания властей. По словам Андрея Апложкина, при самых благоприятных прогнозах, проект будет воплощен в жизнь не раньше осени 2021 года. Получается, что все это время Черногорску придется ждать латая дыры. Отличился и Абакан. В северной части столицы республики в среду произошла коммунальная авария. Чтобы устранить порыв, специалистам пришлось остановить подачу тепла в дома на девяти улицах. Батареи остыли примерно на полдня. Однако горячее водоснабжение в квартирах горожан не отключали. Тепло вернулось ближе к ночи. Ремонтные работы на месте ЧП продолжились. Энергетикам предстоит обновить больше 50 метров теплотрассы. Это трубы, состояние которых вызывает опасения специалистов. Всего недели осталось до выборов главы Хакассии, запланированных на 11 ноября. Они так или иначе войдут в историю как первые, в которых будет один кандидат и две графы «за» и «против». Без альтернативность предстоящего голосования – вот что возмущает общественников по всей Хакассии. Движение «Народная глава» уже получило поддержку в разных районах республики. Штабы открылись в Таштыпе, Абазе, Саиногорске. В числе тех, кто присоединился к движению – национальные диаспоры, молодежное объединение, Союз волонтеры победы, представители спортивных организаций республики, Союз хакасских женщин. Активисты сегодня опрашивают на улицах жителей и составляют объективный рейтинг тех, кого они хотят видеть у руля республики. В списке имена более чем 30 человек. Тем временем проект «Народный глава» набирает обороты. Практически ежедневно в список добавляются новые фамилии. Так что жителям нашей республики предоставляется широкий выбор кандидатов. Общественники выступают за альтернативные выборы главы Хакассии. И разъясняют людям – это возможно даже при сегодняшнем раскладе, когда в бюллетене остался один единственный кандидат. Если 11 ноября он не наберет больше 50% голосов от пришедших на участки, тогда ситуация обнуляется. И назначаются новые выборы с новыми кандидатами. А вот кто достоин возглавлять республику, решать самим ее жителям. Помочь им в этом призван проект «Народный глава». Сейчас волонтеры проводят массовый общественный опрос. В списке уже более 30 человек. Важно, что в каждом муниципалитете добавляют фамилии местных лидеров. Сегодня о своей готовности проверить собственные силы заявил глава Аскизского района Абрекчел Тыгмашев. Сейчас, глядя на то, что 30-летний молодой человек идет в губернаторы, когда мы будем избирать 11 ноября, я так думаю, что с моим опытом, с моим желанием и моим видением, а почему бы не поучаствовать? На избирательных участках, кроме уже привычных бюллетеней, добавится еще один, где каждый житель республики сможет сделать выбор в пользу того кандидата от народа, который, по его мнению, достоин. Общественный проект «Народный глава» активно поддерживает молодежь. Говорят, такая альтернатива полезна. Дает четкую картину ситуации, показывает, кого хотят видеть у власти жителей нашего региона. Мне кажется, что это очень нужный проект, потому что нам, как молодежи, очень важно, кто будет стоять у руля, как это будет происходить. Нам важно, чтобы это было открыто и честно. Представители законодательной власти тоже делятся мнением. Важно, кто будет обеспечивать республике благополучие и стабильность. Работа с жителями республики Хакасия по всей территории, не только Абакан, Черногорск, Саиногорск, но и другие периферийные условия. Может быть, о ком-то мы не знаем. Может быть, кто-то не мог себя проявить ранее, а он себя локально в каком-то регионе показывает блестяще. Поэтому я считаю, что данное движение необходимо. Проявить гражданскую позицию и повлиять на свое будущее в силах каждого. Кроме того, за оставшееся до выборов время к проекту будут присоединяться все новые и новые лица. В интернете накануне появилось видео, которое записал житель села Баград. Смотреть на эти кадры тяжело. Чтобы попасть в больницу, инвалид-колясочник вынужден преодолевать полосу препятствий, которая не всякому здоровому под силу. Вот посмотрите, в каком ужасном состоянии у нас дорога. Сейчас я еду на инвалидной коляске и снимаю видео. Это видеообращение записал житель Баграда Александр Тиханович. Инвалид-колясочник решил показать местным властям, чего ему стоит каждый раз добираться до сельской больницы. Это просто кошмар. Расстояние от дома до больницы по деревенским меркам небольшое. Нет и километра. Но передвигаться по таким ямам, да еще и на инвалидной коляске, просто опасно. Поэтому сегодня Александру приходится чаще садиться за руль. А это значит просить посторонней помощи и тратить деньги на бензин. В конце месяца находился на стационарном лечении, получишь лечение, прокапываешь капельницы, примешь препараты и возвращаешься домой на инвалидном кресле и по этим ямам. То есть, получив лечение, доедешь до дома, опять спина разваливается. Даже автомобиль иногда не выдерживает такие колдобины, говорит Александр. Улица Новая уже давно не оправдывает свое название. Жители этой округи не раз жаловались в сельсовет, но все, что смогли сделать местные чиновники, это немного присыпать ямы. Денег в бюджете в местном нету получается. Но мы это все сейчас делаем своими силами, с помощью своих рабочих ездим и отзыпаем. Покупаем материал, что-то гравий, смесь какая-то у них специальная, потом утрамбовываем. До холодов будем ездить и сами засыпать. Пока только так. Местные чиновники в очередной раз просят потерпеть и обещают. В следующем году они постараются включить новую улицу в программу капитального ремонта дорог. Насколько это реально, мы выясним у специалистов Минтранса Хакасии. Сельские власти ответом на запрос журналистов не удивили. Денег на ремонт этого участка дороги в местном бюджете нет. А вот в Министерстве транспорта Хакасии считают, в отсутствие ремонта виноват именно муниципалитет. У села были все шансы получить в этом году субсидию от Минтранса и отремонтировать улицы. Но вот заявка была подана слишком поздно. Это обращение к нам поступило в начале лета. То есть это тот период, когда уже в принципе все приступили к ремонтным работам, когда денежные средства, которые планируются заранее, были распределены. И экономии денежных средств в этот период времени у нас не было. Соответственно, сейчас какие-то средства направлять абсолютно нецелесообразно. На следующий год эта заявка будет рассмотрена. Бюджет формируется у нас в ноябре-декабре месяце. И, соответственно, в муниципальное образование Баградский район и в Баград будут направлены денежные средства. По данной заявке мы отработали, составили сметный расчет, проверили обоснованность затрат. Работы будем выполнять следующим летом. Ну а сейчас мы можем только дать рекомендации муниципальному образованию, конкретную ситуацию с конкретным инвалидом рассмотреть, посмотреть, что можно сделать вот на текущий промежуток времени, чтобы минимальную транспортную доступность обеспечить. Мы это сделаем. На минувшей неделе полицейские нашли поджигателя, того самого, по вине которого сгорела целая туристическая база на озере Белё. 30-летних домиков и несколько хозяйственных построек. Ущерб водительцы подсчитывают до сих пор. Сразу после случившегося на месте работала следственная группа. Эксперты сразу же заявили, это был умышленный поджог. Подозреваемый задержанным оказался 28-летний сторож турбазы. Возбуждено уголовное дело, полицейские выясняют, зачем мужчина пошёл на такой шаг. Поджигателю грозит до 5 лет лишения свободы. И напоследок о погоде. Хорошие новости. Последний осенний месяц будет теплее обычного. В конце ноября синоптики обещают даже плюсовую температуру. Подробнее прямо сейчас. В первой декаде ночная температура будет колебаться от минус 14 до нуля. Дневная температура, преобладающая, будет находиться в пределах плюс 1, минус 4 градусов Цельсия. Осадки в первой декаде, как и в последующих двух декадах, в большинстве дней прогнозируются. Во второй декаде ночная температура будет колебаться от минус 5 до минус 18 градусов. Дневная температура уже прогнозируется отрицательная, минус 3, минус 8. Но это всё равно незначительный холод, скажем так, для ноября в нашем регионе. А в третьей декаде ночная температура будет колебаться от минус 8 до минус 18. И дневная температура будет колебаться от плюс 4 до минус 12. То есть в третьей декаде ноября возможны дни, когда температура дневная будет повышаться до плюс 4 градусов. На этом мы завершаем обзор событий уходящей недели. С вами была программа «Семь дней» и я, её ведущая, Анна Ахпашева. Увидимся в следующие выходные. Всего вам самого доброго! Субтитры создавал DimaTorzok